Добрый день и суток, господа, товарищи и все остальные. Сегодня как таковых заказов нету, но я имею ввиду шквала, я жду от самосвала звонок, вроде как самосвал будет сегодня на погрузку, стоит задействовать моих знакомых самосвальщиков, потому что этот на полноприводной Вольве что-то не алю, а то не перезвание, эту трубку не берет. Короче, я собственнику сказал, говорю, сам решай с ним вопрос, я не буду, потому что меня тоже так тот раз подвел, мы с ним договорились после пяти работать, а он трубку не берет, короче, кинул меня, и я как бы немножко, чуть-чуть тогда на том объекте, ну, была задержка, и вот когда он мне деньги этот строительный не хотел, ну, везти, типа, что я там по 15 минут работал, долго все делал, то есть, в принципе, из-за этого самосвала я тогда три дня потерял, потому что он мне обещал раз, обещал два, обещал три, и в итоге так произошло, вот, а сейчас я с ним не договаривался, договаривался с собственником участка, то есть, моя была задача только именно состыковаться по времени с самосвалом, но самосвал назначил время, и в это время сам, короче, ну, скажем, не смог, не смог. Так что, такая вот фигня. Так, ну что, самосвал приехал, буду его сейчас сгрузить, сразу его, наверное, почесал, ну, таким образом, да, долго, ну, а как ты еще сделаешь, из-за этого? Максимально сейчас на лапах стану, а иначе никак. Короче, час погрузки первой, ну, входит в строй, сходку, то есть, такая система. Ну, вот сейчас видно, что гидравлика холодная, и она, ну, сфере работает, чем у меня, когда нагревается. Чувствую, что скорость, конечно, меняется, здорово. Сила, не знаю, как, но скорость, блядь, тоже точно меняется, и очень хорошо меняется, когда, вот, оно поработает чуть-чуть, видно, что он медленно получает. А так он вообще, вот, ведь, и быстро работает. Хотя оборотов тысяча. И он такой, прям, отзывчивый. И... Звонили слон-моди, предлагали новый фрактор. Я думаю, давай реально смотреть на вещи. Отсюда, отсюда в жопе алмазы купить новый фрактор. Ну, тройку, тройку брать новую. Какой мне смысл, если у меня такая же тройка? Ну, что мне смысл брать розы? Брать тогда, либо тройку супер, либо четверку, либо пятерку. Но, надо же отдавать отчет, что она, сколько она отбиваться будет. И это нереально. Поэтому я сказал, ваши предложения мне на данный момент не интересны. Я купил бы игру. У меня там стояла четверка на питерских номерах. Я спрашивал, хотел ее, не думал, может купить ее. Она была клиентская, а не моторим монтировали. Он предлагает, где-то в Москве, говорит, есть за 11-го года. Блядь, 3834 он мне озвучил. Я говорю, да они все равно все мертвы. Я говорю, мне нужен труп, вот реально труп, чтобы я его сам восстановил. Потому что я, говорю, как-то не доверяю. Это я сам сделал, я сам на себя обижаться могу. А вот так вот купить ваш трактор и потом убежаться, ну, я не хочу. Вы сделали, неизвестно, какой мастер он мне там делал, что он там делал. Я как-то не доверяю. Может, это неправильно, конечно, но я не доверяю мастерам. Ни развалу сколькспения не доверяю, ни шиномонтажникам никому не доверяю. Если делается, делается в присутствии меня, чтобы я видел. Потому что я не знаю ни одного человека, кому я могу доверять. Блин, корень присосал-то ко мне. Ну, пусть я делаю его, и все. Так что Лунмади звонит, вот, предлагает. Ну, они в крестом году тоже звонили. Но я ему говорю, реально, давай рассуждать. Я лошара, и я ничего не куплю, никакой трактор у меня есть. Просто, блядь, просто никто, так, по большому счету. Ну, потому что, ну, чё, чё ты купишь? Какое расширение может быть техники и покупка нового аппарата, если стоимость работ не соответствует стоимости техники? Чего? Какой смысл? Пока стоимость работ при нынешнем курсе и стоимость этого аппарата должна быть, 5 тысяч часов должно быть. Тогда, тогда ты сможешь всё это отбить, отбить и что-то заработать. Что-то заработать. Но при такой стоимости услуг за час, ну, это, блядь, это утопия. Заработать ничего у тебя не получится. Убить технику получится. Заработают топливные компании, зарабатывают производители запчастей, заработает лог Мадид, Квин Мадид, которая продаёт эти аппараты, а заработает оператор, потому что ты ему заплатишь, если ты его посадишь. А ты ничего не заработаешь. Ты останешься с мёртвым, убитым трактором, и на этом всё. Больше у тебя ничего не будет. То есть ты не сможешь купить опять новый трактор, отработался он, ты его, грубо говоря, ушатал, 5 лет, и купить новый. Как ты его купишь, если ты не отобьёшь эти деньги? Так ладно, он сейчас стоит 9 миллионов. Смотрите, курсу до 150 тысяч поднимется, он будет стоить 15 мультов стоить. То есть трактор сейчас стоит, грубо говоря, 100 тысяч. Вот 8 миллионов – это 100 тысяч евро. 100 тысяч евро. Понимаете? Ну, грубо там. С доставкой совсем. Чё ты отобьёшь, что ли? А 100 тысяч евро, он как стоил 100 тысяч евро, он и будет так стоить 100 тысяч евро. Ничего не поменяется. А стоимость работы, блядь, вот как это в Твери, с 2006 года не изменилась. То есть стоимость работы – 2000 рублей в час. Так в 2006 году трактор столько стоил? 4 миллиона. Ну, а сейчас-то он сколько стоит? Я даже не знаю, но для какого смысла он? Под какой-то нацпроект его задвинут. Так у меня нет друзей депутатов и олигархов, с помощью которых можно, скажем так, продвинуть технику куда-то. Даже если ты выиграешь тендер, ну, даже если ты выиграешь тендер, все сладкие тендера разобраны, шваль всякая. Ну да, в швале какой-то может поучаствовать. Блядь, корень не встанет меня. Ну что ты, зараза, блядь. Да, я жгут, посмотрел, килограмм был не спускал, подкачал и все, начало шипеть. Так что без ладки здесь не обойтись. Придется сегодня сбрасывать баллон и везти на мангаж. Потому что иначе, иначе по рогам. Сейчас позвоню хозяину и узнаю, наверное, какую глубину копать, потому что я пока не могу понять, как сзайд, не династия. Если копать до бездны, как с там хуеей, чтобы копать. Или только снять, там, скажем, метр-полтора. Водила какой-то новая, я не знаю, молодой. Надо поскидывать все шамни туда. Так что, блядь, надо беречь свою технику, потому что я... Ничего ты больше не купишь. Ну, реально, реально, надо смотреть на вещи. Ничего не купится, пока пока не изменится стоимость работы. А она, навряд ли, быстро изменится. Я не верю, что она подменяется. Я думаю, что она не изменяется. Сработка. Какая штучка досталась, блядь, да? Ну, что сейчас делать? Где-то не везти, как самославы, блядь, да? Такая каракатица. Да, сомневающим, каким-то. Входят, там нет, глядь. Через копа. Блядь, наверное, не ходит. Вот, ссыка, блядь. Чуть-чуть не хватает. И она переезжает. И она переезжает. Вот, это не ехать. Значит, сейчас она упадет, и мне хана. Все, я зафоршмачу, глядя, все это дело. Еду еще где-то на метр надо подъехать. Вот так вот, примерно. Я правду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас нужно на камни переложить место на место, потому что мне надо собрать все камни под камнями, не могу это сделать, поворот ковра не справляется. Камечки такие, несутые и ядреные, и это просто их надо перевозить. Чуть-чуть оборотки нам готовить. Колесо, конечно, меня не радует, переходы с колесом занимаются. Что поделать? Она придется колесом заниматься. Режим так, что неудобно. Хорошо, что потом вот эти вот наваренные, которые я наварил, заключается, что они не зацепляют, а ты его передвинут. А так, конечно, мы их не передвинут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Съезжаю колесами передними в эту дренажку и отпусываю и прошу Немножко стоит, я думаю, дальше заехать, конечно Мне не хочется руля крутить, но он там кемарит, я не знаю Неохота будить его Погружу так его пока Ничего страшного, конечно Вот это мне еще сказали откусить уже Сейчас посмотрим Как это будет выглядеть Нормально выехал Тут за день все равно не сделать Ну за целый день, конечно, можно сделать Но просто без хозяина тоже вот такие вещи точно не сделать Примерно я могу сделать, ну я знаю, что он хочет Но все равно я на себя такую ответственность брать не буду Даже вот там вот ПГС я засыпать сейчас не буду, я выкопал Потому что, блин, потом мало ли что случится с фундаментом и я буду крайним Нет, поэтому я не буду брать на себя такую ответственность Что же, видите, терматура забита, а не надо ездить Как я там сейчас буду ездить? Как я там сейчас буду ездить? Каким образом, блядь, я это сделать могу? Ну там, где палки положил, это вот, типа там, граница, надо это убрать Но как это сделать? Надо перекапывать хер знает сколько Представляете, сколько времени? Самосвал должен стоять, потому что я копаю, гружу, копаю, гружу А ну как иначе, а иначе никак Ну вот поехал на монтажку, уже забрал Вот такая тут штучка у меня Обатрушечки, да, видите какие Вот еще одна есть Сейчас поставлю две лапочки Вроде ничего он мне не порвал, когда снимал По крайней мере, надеюсь, что он ничего не порвал мне Соботу, а то Сейчас эту сперму эту Вмажусь, блядь, сука За ними надо, блядь, все контролировать, блядь, понимаете? Блядь, за ними контроль нужен, пиздец, нахуй Вот, видите? Да, сука, все за ними надо смотреть, нахуй А то они могут так хуйнуть, блядь, что Вот этого, блядь, по-моему, не было, нахуй Глаз да глаз за ними надо, блядь Я говорю, сними покрышку Мне надо ее заклеить Он говорит, так что, ремонт будет? Я говорю, да не будет никакого ремонта Просто сними покрышку мне и потом одень Да как ремонтировать? Я говорю, да я сам отремонтирую Я с собой взял дрель и камень, а воздушную не взял Блин, я говорю, дашь мне розетку? Он говорит, у меня удлинителя нету Так, как бы он мне дал, типа, розетку Я говорю, ну, воздушку ж ты же мне не дашь Он говорит, нет, типа, начальник увидит Пизду ставит, якобы То есть, как бы, воздушку мне не дал Поэтому, пришлось ехать в гаражу И здесь вот сейчас буду делать Вот диско-насечка такая Не знаю, лучше отрезать или оставить в одну сторону Ну что, буду латку ставить Ну, зачистил Показал для дырки, да? Ну, камень этот специальный Латку 14-12 не буду ставить здесь Нагрузки такой нету Здесь поставлю я вот эту ТЛ-115 Вот здесь вот Вот А здесь поставлю маленькую Ого Сейчас пойду Нижнюю дырошу Ну, вот эта покрышка вот Хэннон, да? Хэннон называется? Ну, айолус Блин И вот Такая она, в принципе, нормально Нормально она поработала Вот этот айолус у меня Вот этот четвертый уже сезон Жгутов больше не видно Вот На правое колесо Мне что-то обычно везло Я его редко пробивал В основном я Левую Левую сторону пробиваю А правое Нифига так не пробивается Все, обезжириваем И скребком Соскребаем В принципе, и все Что, я думаю, что сейчас Быстренько закатаем Погода сегодня, конечно, жуткая, да? Так, вот льем Тут специальный носик есть И скребком Остатки Удаляем Вот так вот Можно еще раз пройтись И скребок Удаляем Вот эти вот Отпилки Без скребка Тряпка Ничего не даст Вот так вот Все Наношу клей Клей Росик Проверим Все работает Проблем Нет Никаких Ну, по крайней мере Раньше не было Так, сейчас По сути, даже просто затычка Эта гладкая Она здесь Одинчик прилегает к этому Толстым слоем Мазать не надо Потому что Ничего хорошего От этого не будет Бывает От толстого слоя Отваливается Но это не я Придумал У меня не отваливалось Я не маженка толстым слоем Это мне говорили люди Самое фиговое, что клей скоро Может выйти из строя Потому что Вот этот вот Остатки резины Они Взаимодействуют С С Клеем И он Того, зараза Может Задубить из-за этого Все Отрываем Одну сторону Салофанки И катаем Приклеиваем По центру И катаем Приклеиваем Хопля Все четко Сейчас края еще по кругу обработаем Ну и так же с этой латкой Ну и так же с этой латкой Положу с собой в машину, в трактор Чтобы была латка Пусть будет Правильно? Молодец Что Так А сюда Эту поставим Что за латка? Вот это я не знаю И взял То ли Силендию На помойке На помойке В машине То ли еще Что-то неизвестно Вообще С клеем Рослик Она Как она себя Поведет Раньше катали Тип-топ Тип-топ Которые Пока салофан Не оторвется Ну Вроде Приклеилась Какая-то Талон Да Что-ли Хер знает Врач Не знаю Кто это Главное Чтобы края Нормально Держались Чтобы Воздух Не заходил под кромки Понимаете Это Это Такая Важная Вещь Кто Может Под кромки Зайти И Она Будет Видите Остались Вот Назачищенные Ну Я думаю Все будет Таки Сейчас Подклеим Клеим Кромочки Поезд Поезд Ваш Поезд Рыж Душ Поезд Поезд Ну, так вот. Ну, и все. Можно ввести на монтаж. Ну, так вот. Вот так вот надо работать, а не всякие Peugeot партнеры иметь. Вова, это к тебе относится. У меня тут как днем. Время около часа. Здесь уже поставили стадионные. Здесь и здесь, а там еще пока тарелки стоят. Ну, накидать колесо. Блин, у нас уже темень просто жесткая. Ну, это тучи, просто дождь еще. Конечно, черное небо. Ну, все, уже кончается полярное лето. Скоро будет полярный ночь. Зима. Все, колесо накинул. Трактор выгнал. Диском мне немножко поцарапал, блин. Ну, потому что вот делает, блин, как-то дергается. Не, чтобы потихоньку подводить. Резко подвел мне и из диска, блядь, содрал краску вместе с грунтом, блин, до металла, блин. Тем ножом своим. Ну, хоть не порезал, не порвал, не порвал хоть ничего. Камера была мокрая, два дождя. Все, время. Час тридцать три. Ветер вроде подстиг. Даже на металлолом сейчас не поеду. Мокрый, как собака. Все, всем хорошего, всего наилучшего. Да пребудет с вами Всевышняя Сила. До свидания, до новых встреч. Держите хвост пистолетом. Субтитры сделал DimaTorzok